12 человек, именно столько жителей пришло на общественные слушания по ограничению этажности застройки. Конечно, и сам зал вмещает немногим больше, но есть и другие причины такой низкой посещаемости. Люди привыкли приходить на слушание, чтобы сказать свое «нет». Но кто может сказать «нет» решению, которое решает и экологические, и эстетические проблемы, и улучшает комфортабельность жилья? Это правильно, что этажность решили понизить. Пока непонятно, как это будет реализовывать. Я так понял, все-таки будут лазейки для застройщиков. Может быть попытка с точки зрения архитектурных требований, силуэт города, какие-то особенности, плотность застройки, повышение комфорта проживания для жителей. Преимущество реформы налицо для всех. Это и стиль города, который однозначно сохранится, если власть запретит небоскребы. Это и простота в уходе за двором, в котором физически живет меньше людей, чем, например, в четырех-двадцатипятиэтажках. Это понимают и специалисты, а слушания проводят как обычную формальность. Правило землепользованной застройки предполагает слушание публичное мнение жителей. Это законом предусмотрено выявление мнения жителей. И сегодня, если мнение жителей вот это предложение поддерживают в основном, ну, наверное, будет принято решение обоснованное. К слову, на первых слушаниях только двое проголосовали против. Еще 12 дали добро на ограничения застройки. До конца этого года пройдут еще четыре подобных собрания. 18 октября в деревне Песчанка, 22 октября в администрации Октябрьского района, 29 в Свердловском и 1 ноября в Советской администрации. И если горожане продолжат выражать одобрение, пусть и для галочки, уже с нового года все новые дома могут ограничиться десятым этажом. Илья Пилонов, Сергей Малафеев, Новости ТВК.